Всем привет, это FreeStudio21.com Продолжаем читать о God Microbe Это статья из Science Alert Вот она God Microbe could actually be triggering Relapses of multiple sclerosis И это уже вторая часть Первая Ссылка на первую часть стоит в описании видео А сейчас я продолжаю читать дальше Эти клетки Трансформируемые В клетки-помощники Или клетки-хелперы Т-типа Которые Активируют воспаление Как механизм Защиты от инфекции Более того, бактерии Ацинетобактер Замедлили производство Регуляторных Т-клеток Которые угнетают иммунную реакцию Или подавляют иммунную реакцию Итак, что у нас здесь? Здесь у нас изобилие всяких умных слов Значит, ну, cells Это клетки, это ясно Transformed into type И дальше вот это все дело Значит, трансформируемые Вот так вот Или будучи трансформируемыми Как кому больше нравится Обратите внимание на предлоги Что трансформируемые в Как ни странно, все дословно Но вы не in, а into Потому что это как бы движение Да, в переносном смысле Но все равно Далее Type of T-helper cells Я не уверена, что я корректно перевела Клетки-помощники Т-типа Разновидность иммунных клеток Далее Trigger inflammation Вот этот trigger У него миллион значений Если его открыть в словаре Чего там только не будет Но здесь я бы сказала, что это Запускать процесс воспаления Или активировать Наверное, вот активировать будет лучше То есть активируют воспаление Или можно сказать еще красивее Активируют воспалительный процесс Далее Как Или в качестве Тоже как вариант В качестве механизма защиты от инфекции Далее Еще тоже обратите внимание Что здесь стоит For Механизм для защиты от инфекции Вот так на самом деле Это переводится Далее Moreover Более того Далее Все более-менее ясно Слоуд замедлили Production Производство Или воспроизводство Значит Регуляторных Т-клеток Еще одна разновидность Иммунных клеток И далее Which Которые И далее Suppress The immune response Подавляют Или же Замедляют Ответ иммунной системы Или иммунную реакцию Вот Immune response Это иммунная реакция Или реакция иммунной системы И едем дальше Итак, что мы имеем здесь Эти регуляторные Т-клетки Очень помогают Пациентам с аутоиммунными заболеваниями Поэтому ограничение их производства Или воспроизводства Во время того, как растет воспроизводство клеток Которые становятся причиной воспалительного процесса Может обострить или усилить Обострение болезни Имеется ввиду рассеянного склероза Итак, что мы здесь имеем Значит Regulatory T-cells Опять Тип иммунных клеток Регуляторные Т-клетки Далее Вот это очень хорошая фраза Are very helpful for autoimmune patients Если дословно Даже Не знаю, как это дословно перевести Но в любом случае Очень помогают Здесь нет выражения Очень помогают Мы все привыкли Help very much Вот что-то такое Или a lot Здесь are very helpful Helpful можно Если мне надоело писать глагол Или говорить глагол Я могу сказать вот таким вот образом Это тоже самое Очень помогают Далее Значит Autoimmune patients Люди с аутоиммунными заболеваниями То есть заболевания, которые вызываются иммунной системой Далее Поэтому Здесь пошла вторая мысль Здесь будет сейчас противопоставление Поэтому ограничение их Ну, будем говорить Производства Я знаю, что это не очень корректно Но я сейчас не знаю, как лучше сказать В то время как Или одновременно с Вот это while В данном случае Здесь просто в данном случае Можно перевести как Одновременно с увеличением Accelerating Или параллельно с Ускорением Ну, здесь Accelerating Это вообще-то ускорение Значит, ускорением Производства клеток Вот так вот Ну, что поделаешь Так оно здесь есть Которые Это то же самое which Можно было бы which поставить Можно that ставить Cause Становится причиной Значит, это увеличение количества клеток Становится причиной воспалительного процесса И далее Вот это экзотическое слово Exacerbate Это по большому счету Усугубить Усилить что-то Ну, я напишу усугубить Пусть будет Усугубить Обострение Здесь имеется в виду MS Relapses Поскольку здесь в контексте Здесь вроде как ясно Но В этой части еще ни разу О рассеянном склерозе не говорилось Но здесь имеется в виду Обострение рассеянного склероза Едем дальше To observe this They transferred the bacteria To healthy mice And induced brain inflammation Within 20 days The mice had developed Severe brain inflammation Compared to mice Who had had gut bacteria Transferred from healthy people These control mice Didn't get nearly as sick Baranzini said The second study Led by Guru Murti Krishnamurti And Harmut Wekel Looked at 34 sets of identical twins Between the ages of 21 and 63 Where only one twin had developed MS Чтобы наблюдать это Они внедрили бактерии здоровым мышам И вызвали воспалительный процесс в мозгу В течении 20 дней У мышей развился сильный воспалительный процесс в мозгу По сравнению с теми мышами У которых были кишечные бактерии Занесенные от здоровых людей Эта контрольная группа мышей Даже приблизительно так сильно не заболела Сказал Baranzini В другом исследовании Которое было проведено Гуру Мурти Кришнамурти И Хармутом Веккелером Исследовали 34 пары Идентичных близнецов В возрасте от 21 до 63 лет И только у одного из близнецов Развился рассеянный склероз Итак To observe this Чтобы наблюдать за этим Здесь нет слова чтобы Здесь стоит вот это to Это инфинитив полный Всего-навсего Но когда у меня ставится полный инфинитив Очень может быть, что его можно будет перевести Чтобы делать что-то Значит, чтобы наблюдать это Значит, they transferred Можно сказать, что они перенесли бактерии здоровым мышам Ну, можно и так Можно внедрили Можно ввели в конце концов Вот ввели Мне больше нравится Все-таки медицинская статья Значит, далее Обратите внимание, что мыши Множественное число образуется не по правилам От слова mouse Mouse это одна А mice это много Множественное число не так, как обычно И далее Induced brain inflammation И вызвали воспаление мозга Induced вызвать в данном случае Далее, что мы имеем Within 20 days В течение 20 дней В принципе, можно было бы сказать During 20 days Тоже было бы правильно Но within звучит лучше Оно показывает, что в период за 20 дней Вот что здесь имеется в виду Далее, mice Ясно Developed Вот это очень хорошая фраза Developed severe brain inflammation Каждый раз Когда речь идет о развитии какой-то болезни То есть, человек там заболел Или кто-то заболел И вот болезнь развилась там за несколько дней В английском предложении будет вот нечто подобное He developed severe Или не severe, не важно А далее название болезни То есть, получается, как бы он развил Понятное дело, что человек сам ничего не развил Но просто такая фигура речи Надо иметь это в виду Что говорится не болезнь А говорится кто-то Somebody developed И все такое Значит, severe Это сильный В данном случае То есть, сильное воспаление Сильный воспалительный процесс был Далее, compare to По сравнению с Значит, тоже очень, кстати, хорошая фраза Дальше мыши Дальше head Обратите внимание, что past perfect state Показывает, что им до того До эксперимента Внедрили эти кишечные бактерии И далее опять Transfords Перенесенные, введенные Как угодно От здоровых людей Далее Control mice Контрольные мыши Ну, имеется в виду контрольная группа И далее звучит очень интересная фраза Didn't get nearly as sick Если дословно Даже приблизительно так не заболели Ну, такое вот То есть, контрольная группа тоже заболела Но у них были эти кишечные бактерии В общем, поэтому они не были так сильно больны Как первая группа Developed severe brain inflammation Далее следующее The second study Второе исследование Опять же, обращаем внимание на слово study Здесь это исследование Здесь это не изучать Далее в запятых что-то стоит Это можно, значит, игнорировать И дальше сразу можно перейти сюда Looked at Вот здесь очень интересно Второе исследование Смотрела на Ну, как это? Что это такое? Имеется в виду, что во втором исследовании Исследовали там чего-то Это просто фигура речи Нужно помнить, что вот такое можно делать They looked at И дальше там чего-то Очень удобно Чтобы не использовать умные слова Там research Или еще чего-нибудь такое хитрое Далее 34 sets Если дословно, 34 набора идентичных близнецов Ну, можно сказать, конечно, группы Но, скорее всего, просто пары Далее 21,63 Здесь, в принципе, все понятно Twin Один близнец Из всей этой группы Из всех 34 пар Значит, у него И опять звучит вот эта фраза Которая была и вот здесь Developed severe brain inflammation Здесь опять Had developed a mess Вот, опять же То есть, только у одного из близнецов Развился рассеянный склероз Теперь можно вернуться И посмотреть, что стояло в запятых Led by И дальше Очень экзотические имена Значит, просто проведенные Кто проводил исследование То есть, в принципе, можно было проигнорировать Все, что в одной И не морочить себе голову И снова они нашли, что бактерии Аккерманзия Более многочисленны у близнецов У которых есть рассеянный склероз Они взяли образцы бактерий От каждого из 68 близнецов И пересадили их в мышей Ну, или внедрили их мышам Которые были предрасположены К автоиммунным заболеваниям Похожим или подобным Рассеянному склерозу Итак, что мы здесь имеем? Ну, в принципе, в первом абзаце Ничего интересного нет More abundance Более многочисленны Вот так вот Далее, ну, здесь, скорее всего, опечатка Здесь должно было быть they Потому что they нелогично Перед глаголом Значит, они взяли Далее, the microbium Здесь можно фантазировать Можно сказать просто микроорганизмы Можно сказать образцы микроорганизмов Там культуру Ну, в общем, как кому больше нравится Далее, transplanted them Пересадили их Если дословно мышам Но мы так не говорим Просто внедрили Ввели, если хотите То есть, ввели их мышам Predisposed Предрасположенным к развитию Вот здесь вот Если мы говорим Предрасположенный к болезни То в английском языке получается Predisposed to develop Обязательно to develop Надо поставить Это будет красиво В принципе, можно и не ставить это Можно сразу сказать Predisposed to И дальше там болячка какая-то Но можно и вот так Вот это будет гораздо красивее Значит Предрасположенный к развитию Автоиммунных заболеваний Подобных Similar to Обратите внимание Что similar Обычно употребляется Сту Similar to И дальше название After 12 weeks They found mice Transplanted with The MS Twins Microbium We are three times More likely to develop A brain inflammation Than those Who were Transplanted with The healthy Microbium Спустя 12 недель Они обнаружили Что у мышей Которым Ввели Микроорганизмы От Близнецов С рассеянным Склерозом В три раза В три раза Возросла Вероятность Заболевания Или скажем так В три раза Возросла Вероятность Получения Воспалительного Процесса В мозгу Чем у тех Которым Ввели Микроорганизмы От здоровых Людей Во как Очень интересное Заумное Такое Немножко Предложение Тут просто Всего очень много И не знаешь С чего начать Здесь вся сложность В том Что дословно Здесь Переводить Достаточно Тяжело Можно просто Запутаться В прилагательных В причастиях И Просто не знать Уже как Закончить Под конец Это предложение Поэтому Они нашли Мышей Лучше всего Переводить Подчиненными Предложениями Это будет Длинно Но Это будет Хоть понятно И можно Хоть какие-то Концы найти Кто Кого Заразил Кому Чего Пересадили И у Кого Чего Развилось Значит Они Нашли Мышей Вот Это Слово Я перевожу Как Которым Внедрили Или Которым Ввели Так Оно Лучше Далее Я игнорирую Вот это Ways Его можно Не переводить Которым Ввели И Дальше Я сразу Перескакиваю Вот сюда Майкробиум Микроорганизмы То есть Сначала Я вот это Переведу Ну понятно Мыши Потом Которым Ввели Потом Вот это Третье Микроорганизмы А дальше Я вернусь И переведу Вот это DMS Twins Потому что Это Притяжательный Подерж Обратите Внимание На апостроф И вот это Будет У меня Номер Четыре От Здесь Нет слова От Но мне Его надо Придумать Потому что Здесь Притяжательный Подерж Его надо Как-то Показать Далее Значит Мыши Как бы У нас Это будет Запятая Которым Там Ввели То-то И То-то Запятая Закрыта Вторая Запятая И дальше Были Вот это We А теперь Переводим Были А дальше Опять Надо Фантазировать Потому что Получается Так В три Раза Более Вероятно Заболеть Ну вот Как это Че это Такое Поэтому Здесь Можно Сказать Что У мышей Которым Ввели То-то И то-то Вероятность Заболевания Возросла В три Раза Здесь Нет слова Вероятность Его надо Придумывать Вот эта Вот штука Вся Это В три Раза Возросла Вероятность Заболевания И далее Вероятность Чего Получается Опять Здесь Надо Фантазировать Потому что Развить Воспалительный Процесс В мозгу Мы опять же Так Не говорим Поэтому Нужно Придумывать И нужно Сказать Что Просто В три Раза Возросла Вероятность Иметь Воспалительный Процесс В мозгу Или Получить Воспалительный Процесс В мозгу В любом Случа Слово Develop Надо Это как-то переводить не дословно. Значит, дальше чем? А дальше у тех, здесь нет слова у, его надо придумывать, у тех, которым ввели здоровые микроорганизмы. Вот так вот. Ну, что здесь можно сказать? Очень интересное предложение. Такими предложениями, собственно, и изобилуются научные всякие статьи. Это нормально, это естественно. Естественно, в английском языке это предложение очень хорошее, красивое, компактное, с ним все нормально. Но при переводе, сами видите, что получается, нужно иногда 2-3 раза прочесть, чтобы понять причинно-следственные какие-то связи, что к чему относится, что вызвало, скажем так, и так далее, и тому подобное. Здесь я остановлюсь, это была вторая часть, ссылка на первую стоит в описании видео, равно как и ссылка на PDF, дабы можно было скачать и почитать самому текст. А также на оригинал статьи, на ресурсе The Science Alert, там масса всяких таких подобных вещей. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok